С самого утра здесь занимаются спортом, гуляют с колясками, а ведь еще недавно это место обходили стороной. Сквер Нагорный в Бийске появился благодаря проекту формирования комфортной городской среды. Из федерального бюджета выделили 15 миллионов рублей. Еще 2 миллиона добавил фонд социального содействия Александра Прокопьева. Теперь это одно из самых любимых мест отдыха горожан. Я сегодня была первый раз, была поражена панорамным видом на весь город, наснимала кучу видео. Рекомендую всем сюда приходить, приезжать вечерами, обязательно проводить время на спортивных площадках. Побольше бы таких парков. Здорово. Данная территория нужна в этом районе. Район такой, несмотря на то, что здесь частный сектор, все равно густонаселенный, детей много. Бийчане замечают динамику изменения городской среды и я думаю, что они хотят, чтобы эта работа продолжилась. Для этого необходимы проекты, проекты развития общественных территорий на несколько лет вперед. Кстати, о планах. Депутат Госдумы Александр Прокопьев предложил главе города Виктору Щегреву подумать о создании площадок нового для Бийска формата с учетом спортивной и творческой деятельности молодежи. Для занятий паркуром, катания на скейтах, роликах, трюковых велосипедах. Это так называемые элементы уличной культуры. Нужна ли Бийску уличная культура? Мы в этом плане всегда стараемся сейчас советоваться, потому что бывает сделаешь, а люди говорят, а это не подходит. Здесь будет строиться школа, новая современная школа, где будут дети. Поэтому мы должны смотреть на перспективу и развивать инфраструктуру рядом со школой. Установить площадку можно, расширив сквер Нагорный. Новый объект наверняка будет пользоваться спросом, как и сам сквер. В градостроительном плане предусмотрено развитие этой части города. По словам Виктора Щегрева, под экстрим-площадку потребуется около тысячи квадратных метров. Теперь остается решить, где же ее расположить, чтобы объект вписался в облик парка, не мешал проезду машин. Можно вот этот участок взять за основу. Сейчас посмотрим, конечно. Земля эта находится в муниципальной собственности. Специалисты оценят, подойдет ли этот участок для экстрим-площадки, будет ли это отдельный проект или продолжение благоустройства сквера Нагорный. Еще один важный аспект – анализ источников финансирования. Финансирование на эти проекты возможно взять и из федерального бюджета, и из регионального бюджета. Конечно же, привлекать к этой работе, к этим проектам и бизнес, и городские сообщества. Проекту развития уличной культуры еще предстоит прописаться в Бийске. А пока в Нагорном высаживают цветы, делают санитарную обрезку и ремонтируют скамейки. Как говорят бийчане, отсюда действительно открываются лучшие виды на город. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов, День с толком.